Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, и сегодня с нами на связи наша украинская коллега Лариса Волошина. Лариса, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Ларис, вы находитесь в самом пекре, как, собственно говоря, и любой житель Украины. Потому что даже если вы находитесь в относительной безопасности, это не означает, что в ваш район не упадет российская бомба, как мы видим. Они падают сейчас практически везде, в том числе даже россияне пытались высадиться, насколько я понимаю, где-то в западном регионе Украины. А наш разговор сегодня пойдет о том, как развивается, на ваш взгляд, военная кампания. Наверное, хотел начать вот с такого вопроса. Мы видим, что сейчас состоялся разговор между главарем российского режима Путиным и президентом Франции Мануэлем Макроном. Но что интересно, в разгар войны Путин звонит Макрону. Это по инициативе главы Кремля состоялся вот этот вот разговор. Такого раньше никогда не было. Как вы думаете, о чем это свидетельствует, на ваш взгляд? Путин нуждается в переговорах. Он рассчитывал, что с ним будут говорить. Мы видели несколько провокаций. Его намеки на то, что вот не сегодня, а завтра мы можем и ядерное оружие использовать. То есть он это делает. Более того, он приглашает страны на этот переговор, когда топят гражданские корабли. Вот, например, эстонский корабль. Буквально вот сейчас уже сообщение, что он все-таки затонул. Он до этого был захвачен российскими военными. Это произошло возле берегов Одессы. И четверо людей считаются пропавшими без вести. Двоим удалось спастись на спасательной шлюпке. То есть Путин хочет говорить, но в своей манере он хочет говорить. Его манера – это кровавые переговоры. Он льет кровь для того, чтобы получить для себя определенные преференции. И я так понимаю, что для российской верхушки стала большой неожиданностью реакция Запада. Для них стало большой неожиданностью, что никто больше не хочет говорить с шантажистом. Причина очевидна. Украина не просто борется, а успешно борется. И это для Запада такой очень серьезный момент. И опять-таки не будем забывать, что Россия готовилась к этой войне как минимум год. В захваченной бронетехнике на юге Украины уже опубликовали украинские военные. Там планы наступления датированы 18 января. Мы понимаем, что это была очень долгая подготовка к этому вторжению. Украина при этом, и это отмечали все украинские эксперты, и я говорила это в наших с вами эфирах, что украинское руководство было преступно обеспечено. До последнего, до последней минуты буквально. И неготовая Украина, которая отбивается сегодня силами регулярной армии и территориальной обороны, то есть такого объединения граждан, в общем-то, плюс еще и народного ополчения. Надо понимать, что когда мы говорим о теробороне, у нас есть тероборона. Это люди, которые подписали контракт с вооруженными силами Украины на три года, которые тренируются уже на протяжении полутора лет. То есть у них регулярные люди, которые ходят на свою работу, живут в своих домах, но они тренируются, они имеют экипировку, они купили себе оружие, все это за собственный счет. Они действительно бойцы вооруженных сил Украины, но такой, знаете, казацкая шляхта такая, которая не живет в казармах, но тем не менее. Свободный воин. И вот эти люди, они на протяжении года-полутора, очень многие из моих друзей, пошли в террориальную оборону. Это те, кто по каким-то причинам не служил в 2014-2019 году. То есть у кого-то кто-то по состоянию здоровья, кто-то, как, например, Крым и Донбасс, у нас же мы уже не приписаны к военкоматам. То есть они вот пошли в эту терроборону, и они получили несколько военных профессий. Там снайперы, тактическая медицина, минирование и прочее, прочее, прочее. Пулеметчики и прочее. Есть еще народное ополчение. Это тоже такое вот глобальное время, когда люди с фермами, бомбардировками пришли в военкоматы, записались, получили оружие, и теперь они патрулируют улицы. То есть это третий такой пласт. Ну и плюс вооруженные силы Украины, которые, понятно, стоят на своем поступке. И вот только этими силами, в принципе, Украина умудряется отбиваться от России, которая готовилась к войне в год. И самое большое, если у меня спросите, что для меня стало самым большим шоком, это вот то, что мощь и силы российской армии оказались абсолютным мифом. Вот это для нас всех шок. Мы немного вообще обескуражены этой ситуацией. Если первые дни, мы даже побаивались, что нужно такой тактический ход, кинуть детей на украинские редуты, понимаете, фактически устроить тут сафари. А потом где-то там вдалеке находятся мощные российские военные. Оказалось, ничего подобного. Нету ничего, пустота. И вот это для всего мира шок. И то, что никто не хочет говорить с Путиным. Зачем? Тут не о чем больше говорить. И в данном случае вот поэтому он ищет переговоры, поэтому он звонит Макрону. Макрон, я так понимаю, будет выполнять роль Ангела Меркель. То есть такой канал для коммуникации. Ну и то, что мы услышали в этом разговоре, все тот же бред. О демилитаризации Украины, о признании Крыма. То есть вот это вот все. Путин в этом вот разговоре сказал, что все идет по плану. Если у него все идет по плану, то почему тогда в России сейчас будут давать 15 лет за честный рассказ о том, сколько тысяч российских военных погибло на территории Украины за последние дни? Ну, поэтому россиян стоит задуматься, к чему были планы. Потому что если это по плану, то фактически этот план включал полную изоляцию России, превращение ее в Северную Корею. То есть в такое... Теперь, помните, мы говорили с вами о демилитаризации Лукашенко, кушенизации, что это нелегитимный президент, и это опасная точка, с которой может идти на вступление, потому что теперь это уже не государство, а не государственный деятель. То теперь в это самое превращается Россия. Она перестает быть государством, которое признало. И ее командование, ее руководство перестает быть государственными деятелями. То есть их легитимность подорвана вот этой агрессией. И, возможно, это был план такой. Мы знаем прекрасно, что российские элиты просто бредят крепостным правом, лагерной экономикой. Мы помним все эти заявления странные о разрушительной ЗМЭ. И господина Михалкова о том, как прекрасно было при крепостном праве. Но, естественно, когда ты рассчитываешь пороть, а не быть выбором на гонюшнее, то да, конечно, тебе прекрасно. То есть в данном случае, ну, странно, что за план, да, уничтожить государство, превратить его в закрытую зону, откинуть его в 19 век. Ну, очень жаль, очень жаль. Вопрос такой. Смотрите, сейчас мы видим, что где-то примерно на второй, третий день Запад начал активно снабжать Украину оружием. Значит, мы видим, что за последние дни куча стран объявила о готовности передать самые разные вооружения, одних только ПТРК, порядка 20 тысяч в Украину будут отправлены. Часть, возможно, уже там, часть в пути. Это вопрос логистики. Ну, и самое главное, что вот сейчас стала известна самая свежая новость. Венгерские власти, то есть вот тот самый Орбан, который, казалось бы, лучший друг Путина, разблокировали возможность поставок мощного ПВО для Украины. Мы говорим о полустационарных ПВО, ну, типа Патриот, ну, только здесь какие-то другие, возможно, будут. Вот, Лариса, почему вдруг так Запад проснулся? А где же раньше были? Раньше Запад верил в эти сказки возможности Ялты-2. То есть был вот этот диалог, мы тоже с вами это обсуждали. А что, если Запад согласится и создаст некую Ялту-2 и отдаст Украину сферу влияния, и мы с вами говорили об этом, что это невозможно, этой опции нет, потому что отдать Украину сферу влияния Путина – это, в принципе, согласиться на войну Путина против Украины. А украинский народ будет биться. Соответственно, если украинцы проиграют, это массовые беженцы, уже миллион выехал за границу, но это женщины и дети, мужчин не выпускают, потому что мужчины военнообязаны. Но, в принципе, мы понимаем, давайте представим страну, в которой каждый взялся за оружие, защищая себя, где больше нет пророссийских регионов, где пророссийский Харьков, лояльная Россия Харьков бьется просто как лед. Вот в этой стране в случае падения, в случае оккупации, сколько людей выявит? Практически все. Так как это было в Финляндии, когда Советский Союз оккупировал финские территории в результате договора, но из финских городов их ушли все, Запад просто вдруг осознал, что российская агрессия против Украины чревата колоссальным кризисом беженцев, колоссальным социальным и экономическим кризисом, который подорвет Европу. Поэтому в данном случае гораздо проще поддержать Украину в этой борьбе. Это вопрос выживания Европы. Давайте это смоделировать, представим, просто представим. Например, Путину удается оккупировать Украину, потому что никто не помогает Украине. Все выражают сочувствие, глубокая и крайне глубокая озабоченность, но и ничего не делают. Хорошо, представим. Из Украины тогда, мы говорили об этом, что 500 тысяч ветеранов, то есть это добровольцы, которые в свое время в Украине, все, кто воевал на Донбассе, все являются добровольцами. У нас нет принудительного, как мы сейчас видим, мальчиков-срочников, кидают на украинские позиции. У нас этого нет. Потом, каждый из этих ветеранов имеет свою семью, имеет свою маму, папу, жену, детей. То есть это огромное количество людей, которые будут понимать, что в случае оккупации им лично не выжить. Огромное количество свободной прессы, ну вот я, например, которая говорит с вами, волонтеров и так далее, и так далее, людей, которые были на Майдане, переселенцев, которые покинули территории, людей, которые сегодня служат в украинской армии, многочисленных представителей местных органов власти, которые принимали участие в украинизации, декоммунизации и так далее, и так далее. Все эти люди, каждый из них и их семьи в случае оккупации будут понимать, что их личное выживание под угрозой, и они поедут. Мы говорим о том, что Украину могут покинуть порядка 10 миллионов человек. А вот теперь представим Европу, которая вынуждена принять 10 миллионов человек. Мы помним, какой кризис в Европе, какой кризис был из-за сирийских беженцев, а их было всего 900 тысяч, несколько миллионов украинцев. Да, сначала им будут сочувствовать, но через какой-то момент возникнет внутреннее социальное напряжение при европейских странах. Начнутся конфликты, наша страна приняла миллион, а вы всего 100 тысяч. Дайте денег, потому что нам надо платить им пособия. Понимаете, это конфликт между европейскими странами, которые могут привести, например, к расколу Евросоюза, как конфигурации. Мы понимаем, что европейский обыватель можно сегодня сколько угодно ходить с флажками, но когда через год ты лично лишился своей работы сантехникой или столяра, или медика, потому что Украина – это все-таки современная европейская страна, в которой специалисты конкурентны, возникает недовольство, недовольство собственными правительствами. В европейских странах со временем, на протяжении ближайших нескольких лет власти придут правые, крайне правые, крайне левые, и не такие, как Мари Липен или Альтернатива для Германии, а кто-нибудь, кто будет предлагать украинцам выселять товарными вагонами или топить их в Ла-Манше, потому что такие будут настроения в обществе. Не будем забывать, что если, например, это все произойдет, смена такой, то есть современные европейские элиты политические просто падут. Дальше следующее. Безусловно, большая часть обывателей буквально через год, и это, ну это очевидно, начнут думать, что все это вообще произошло из-за того, что нехорошая Америка дала Украине оружие, а она напала на Москву. Я уверяю вас, что люди начнут верить в это. И это вызовет антинатовские настроения, это вызовет определенный всплеск антиамериканизма в Европе, тем самым может поставить большой крест и на объединение НАТО. Фактически, Ялта-2 отдать сейчас Украину, отвернуться от нее, значит обрушить самые серьезные системы экономические, системы безопасности, которые сегодня существуют в мире. Поэтому мир защищает не Украину, он защищает себя. Это понятно. Технический момент. Украинцы, наверное, не умеют пользоваться, в общем-то, никакими из европейских и НАТОвских систем вооружений. Скажите, пожалуйста, кто будет сидеть за пультом управления? Поясню только, почему вопрос, потому что вполне реально передача. Кулеба сказал, что сейчас на встрече с НАТО, вот она будет вот-вот. Он попросит вот эти самые системы. Вот поэтому спрашиваю. Понимаете, в чем суть? Я тут как бы боюсь ошибаться и не хочу выдавать секретную информацию, но мы прекрасно знаем, что, ну, барактары между Украиной умеют пользоваться. Украинцы, правда? Ну, они учились, учились и довольно-таки долго учились. И мы не знаем, к чему мы там учились. Я могу назвать только среди моих друзей. Есть выпускники и Принстона, есть выпускники британских морских академий и так далее. Ну, многое у них. И опять-таки всегда вы же не... Смотрите, а последняя информация. Вот этот иностранный легион украинский, который созвал президент Зеленский, который... И, кстати, многие страны дали разрешение уже своим гражданам участвовать в войне на стороне Украины, да. В него записали 16 тысяч человек на сегодняшний момент. Это всего за пару дней буквально? Вот они и будут сидеть. Мы знаем, что территорию, что границу Украины по собственной инициативе пересекли 8 за последние, это данные пограничной службы, пересекли 80 тысяч украинцев. То есть вернулись заработки, вернулись. У нас на самом деле мы видим, что инвестиционный потенциал огромен. Мотивация высочайшая. Ну и объективно... То есть вот тоже один из нюансов, который, например, я наблюдаю, это то, что на сегодняшний момент, ну, в общем, по поражению России в данном случае оно очевидно. Реально очевидно, потому что уничтожено огромное количество сил. Причем таких элитных. Вот все, что Россия там нам рассказывала то про пасковских десантников, то про Вагнеровцев, то про Катемировскую дивизию, ну, нету больше ничего. Кончилось. То есть украинцы это перемалывают вот аж в прыжке. Мы видим, это удивительно, количество сбитых самолетов, количество техники, то есть это реальная ситуация. Да, сегодня сложно. Но опять-таки мы... Как выглядит сегодняшняя оборона? Она выглядит... Это оборона городов и охота на вот эти ДРГ и на колонны, которые заходят и где-то... Во-первых, эти колонны очень боятся приближаться к городам. Они шастают там где-то в чистом поле, они пытаются контролировать дороги, но они постоянно маневрируют и прячутся. Когда до них доходят руки, их отлавливают и разбивают. Сейчас задача удержать города. Но опять-таки, до тех пор, пока не будет развернут оперативный резерв, на это нужно время. Вот вчера появилось сообщение, что оперативный резерв будет развернут. Что это такое? Оперативный резерв — это ветераны. Потому что я уже говорила, что территориальная оборона — это не ветераны. Это те, кто не воевал. А вот ветераны — это оперативный резерв. Это люди, которые отслужили, ушли в оперативный резерв, они приписаны к своим частям, и они пополняют эти части. То есть мы говорим о том, что пойдет укрепление армии, потому что территориальная оборона это все-таки немного не то. У них нет пушек. Не, ну сейчас они, конечно, добили уже себе, добыли в бою там все эти БТРы и уже на них катаются, но, в принципе, у них это немного другая структура, понимаете, а вот армия есть армия, поэтому мы сегодня наблюдаем, в принципе, вот то, что сейчас произошло, то, что мы можем отметить, вот это количество жертв, количество уничтоженной техники, это в большинстве случаев, ну такая, ну больше 50% заслуга, как раз вот такой, знаете, партизан таких, партизан, но только со стингерами и джавелинами. Ларис, действительно, мы получаем очень много информации буквально каждую минуту о той или иной уничтоженной российской технике, тысячи погибших российских военных, техники украинские военные разбили уже более, может быть, даже полутора тысяч, я считаю, танки, БТРы, бронемашины и различные артиллерийские системы, да, а между прочим, я напомню, что на момент вторжения у границы Украины состояло, ну по моим почетам, порядка пяти тысяч единиц, то есть, ну треть разбили за практически неделю. Так вот, это все по плану Путина называется. Тем не менее, мы видим, что все-таки где-то продвижение есть, где-то опасные ситуации, российские вот эти вот орки своим количеством просто элементарно создают, они элементарно заваливают буквально трупами, да, вот смотрите, да, где самое опасное направление? Конечно, Восток, конечно, Херсон, который оказался сейчас под оккупацией, пожалуй, самый крупный, единственный, наверное, крупный город, который временно оказался захвачен российскими войсками, они сейчас пытаются Мариуполь окружить, вроде как окружили, и вот там сейчас сложная гуманитарная ситуация, естественно, на Одессу смотрят, ну и там по мелочи какие-то маленькие населенные пункты берут, вот нам то и дело ТАСС рассказывает об этом. Вот как к этому относиться? Это насколько будет продолжительная вот такая оккупация? И как вообще ВСУ планирует впоследствии освобождать такие города? Потому что это сложно, они будут прикрываться мирными жителями, они будут прятаться в домах, ну это очень тяжело на самом деле ведь освобождать. Хотя мы видим, что некоторые населенные пункты освобождаются сейчас, такие как Горловка, например, или Макаров, если я не ошибаюсь, так называется в Киевской области городок. Ну это же Дордианск, например. Дордианск, да. Ну вот расскажите, как вот вы видите, вообще нам стоит, насколько опасаться того, что они могут закрепиться сейчас в том же Херсоне, это вообще насколько опасно для вот этого направления? Дело в том, что, кстати, вот вы сказали Восток, нет, самое опасное сейчас это Юг. Юго-Восток, я прошу прощения, Юго-Восток. Ну на самом деле Восток, вот то, что мы говорим, Горловка, это вот та линия фронта, которая у нас была, активная, тут же Мариуполь, там находятся десантники, там находятся, то есть там достаточно много войск. Точно так же, как Одесса, там есть войска. Вот Херсон, его особенность была, и я, как человек, который занимался Крымом, я веду программы на общественном телевидении крымском, я каждый раз задавала вопросы военным экспертам, потому что Херсон был очень, это такое место, где было недостаточно войска. Я все время спрашивала, слушайте, ну а как его оборонять? Вообще для меня удивительно, что он продержался так долго. Вот, опять-таки, все эти захваты, мы знаем, что они сейчас минируют улицы, есть предупреждения для местных жителей быть осторожными. То есть в данном случае все, что они могут захватить, это все делается за счет военных преступлений, потому что это нарушение правил ведения войны. Ну, выбьем, я объясняю, что, на мой взгляд, это все, ну это война. То есть помните, мы говорили с вами о разных сценариях, и, если честно, то большая часть аналитиков, которые понимали, что война будет, понимали, что готовность Украины и предполагали готовность России к этой войне, вот, они предполагали, что, да, Украина может потерять еще часть своих территорий. И основная задача была сохранение государственности, потому что цель Путина уничтожение украинской государственности. Потеря территории болезненна, но не критична, она не смертельна для украинского государства. Украинское государство продолжится, как западная Германия, в любом случае. Мы видим, что левитимость Украины растет, Украина уже получает, Союз становится кандидатом на вступление в ЕС. Мы понимаем, что вот эта поддержка НАТО, это фактически Украина, члены НАТО не названы. Это же понятно, что это тоже беспрецедентная вещь. Поэтому субъектность Украины международная растет колоссально. А потери территории возможно. Опять-таки для меня, вот, несмотря на то, что я предполагала, что могут быть потеряны многие города, тот же самый Харьков, Херсон, Одесса, Николаев, Запорожье. То есть там, где власть была абсолютно пророссийская, где явно действовала российская агентура в органах местной власти, полицейских и так далее, и так далее. И вдруг я поняла, что эти города стоят намерку. Это невероятно. То есть фактически на сегодняшний момент ни на Востоке российским войскам не удалось продвинуться. Абсолютно не удалось. То есть вот где люди стояли, там они и стоят, эти наши укрепления. Им не удалось даже Киеву толком. Ну да, они находятся рядом с Киевом, они его обстреливают, но они периодически заходят там всякими ДРГ, их там гоняют. Но, в общем-то, вот, тоже надо понимать, что есть сейчас очень серьезная манипуляция, в том числе в западной прессе. Многие из тех аналитиков военных, которые считают, что Украина не продержится и бог нет, сегодня говорят, ну, слушайте, все не так однозначно. Ну, что-то же захвачено. Где-то есть опасные точки. Путин еще не реализовал все свои резервы. То есть таким образом эти люди, все сомнения, они, в принципе, пытаются спасти свою репутацию как аналитиков. На самом деле ситуация понятна. То есть мы выбьем их из Херсона, это надо понимать. Опять-таки, Горловка, прекрасный пример. Горловка – это третий по величине город в Донецкой области, который был захвачен, который с 2014 года ни разу не был освобожден, где были колоссальные укрепления и прочее, прочее, прочее. И вот мы видим результат. Россия перемалывает сегодня свои войска в этой украинской мясорубке. Но и рано или поздно мы войдем. Опять-таки, мы видим, что меня сейчас беспокоит, это то, что происходит в Крыму. Это то, что в Крыму уже поговаривают о переселении, то есть депортации насильственных людей с севера Крыма, о насильственной мобилизации, что само по себе есть военным преступлением, но, на мой взгляд, суть не военном преступлении, суть не мобилизации, а суть в том, как утилизировать украинских граждан срочно, чтобы они не были лояльны к вступлению украинской армии. То есть, опять-таки, в Крыму из того, что мне сообщают, я вижу, идет какая-то очень интересная, при том, что в России везде нельзя называть войну войной, и в Крыму почему-то идет агитация за то, что давайте выходить на митинги против войны. Вот тут украинцы призывают выходить на митинги. Украинцы призывают выходить на митинги россиян и белорусов. На территории оккупированного Крыма, на территории оккупированного Донбасса, это оккупированная территория. Это украинские граждане, которые находятся сейчас под угрозой уничтожения. И эти украинские граждане, у меня такое ощущение, что это определенная провокация. Если на Донбассе происходило вот это уничтожение, зачистка приличных людей, вот так это называется, даже не про украинских людей, а просто людей, которые осознают реальность, то в Крыму этого не было. Там были посадки, там были репрессии, но они не достигли того характера, чтобы устранить оттуда всех украинских граждан. И вот у меня есть такое ощущение, что сейчас Россия, понимая, что Крым может быть освобожден очень быстро, ну просто нет войск, ну их нету. И некем воевать. Поэтому они пытаются каким-то образом спровоцировать, утилизировать украинские граждане, убрать их оттуда, чтобы они не были пятой колонной. Вот это меня беспокоит. Поэтому я призываю жителей оккупированных территорий не ходить на митинги, а ждать прихода украинской армии и пособствовать освобождению. Вы нужны, вы ценны, вы не российские граждане, вы граждане Украины, которых мы обязательно освободим. Такой вот вопрос. Смотрите, сейчас сразу получается три страны, Украина и еще Грузия и Молдова подают заявки на вступление в Евросоюз. Это тектонический сдвиг. То есть вот эта война, которую Путин объявил, на самом деле не только Украине, конечно, всему миру, наоборот приводит к ровно противоположному для него результату, несмотря на то, что он продолжает настаивать, что операция идет успешно. Я не знаю, что он конкретно понимает под этим. Но вот пока что мы видим нечто беспрецедентное. Вот как это все можно оценить? Да, это абсолютно понятно, что Грузия и Молдова тоже пытаются пройти по пути Украины срочно. Кстати, мне очень не понравилось некрасивое проведение двух этих государств относительно санкций. Они не присоединились к ним. К тем жестоким санкциям, закрытым небу и так далее. То есть они осторожничают. Хотя на самом деле этим странам надо не заявки в ЕС подавать, а готовиться освобождать свои территории. Потому что пока украинцы... Мы слышим о том, что снимаются войска из Сирии, кидаются на наш фронт и тут же перемалываются. Снимаются войска из Казахстана. Безусловно, они будут из Грузии, территории Грузии и территории Молдовы тоже использовать своих военных, потому что никаких других уже нет. И в итоге этим странам хорошо бы было бы начать освобождать свои территории, тем самым оттянуть немного вот эту боль от Украины, вот эту машину военную. Но они сидят ждут. Они решили прокататься в Евросоюз. Ну, чудесно, прекрасно. Мы видим, что среди российских граждан, очень многие говорят, среди пленных говорят о том, что вы нам нужны, помогите нам, освободите нас от этого сумасшедшего. Чудесная история. То есть, понимаете, вот это то, что сейчас мы наблюдаем. Опять-таки, если говорить о том, что любой аналитик военный прекрасно понимает, что он видит. Когда мы увидели этих детей плохой экипировки, плохой амуниции, ну, мы как-то немного отпешивали, да, вот, ну, потому что... И стало понятно, что хваленая российская армия, это несколько таких, знаете, на украинском звучит бедгодованных, то есть откормленных вот этих вот мордоворотов. И они все имеют такую полуполицейскую, полукратерную функцию. Такие наемники, да, вот в той или иной степени. А все остальное, это вот эти дети. И вот их сейчас на нас кинули, как элитные войска. Мы удивились, правда, очень сильно. А теперь дальше идут разговоры о том, что пришли, пригнали каких-то курсанков. Любой военный аналитик знает, что курсанков используют уже тогда, когда больше никого нет. То нас начинают пугать. То есть, вагнеровцев нет, кадыровцев нет, кого-то там еще, скотских десантников нет, уже никого нет. И теперь нам говорят о том, что Путин там заявил, и Россия заявляла о том, что элитные войска отборные крымские беркуты. Ну, мило, конечно. Разве беркуты, это военные? Ну, по-моему, это было особенно забавно, учитывая, что эти люди сначала убивали, совершали преступления, убивали мирных граждан на Майдане, потом, чтобы спастись от справедливого наказания, и предали Родину, потом, чтобы выслужиться перед новыми господами. Они разгоняли митинги в Москве и в Минске, совершали новые преступления. А теперь сюрприз-сюрприз. Их отправляют на украинский фронт. Все почему-то подумали, что они элитные военные части. Чудесно, ждем. Ну, то есть вот эти ведь, то сообщение о том, что Януковича-то там забирают короновать и сбросить в Бондировье. То есть это вызвало определенное даже ликование, сколько мы лет за ним гонялись, а так вот сам пришел. Прекрасно. Ну, то есть вот мы слышим этот абсурд, понимаете? В рамках этого абсурда, безусловно, Молдова, Грузия должны были бы сейчас активизироваться в плане освобождения своих территорий, в плане закрытия своего неба. Потому что, что касается Молдовы, это прямо рядом с Украиной. И они это прекрасно понимают. И пропускать там российские самолеты, ну, лучше этого не делать. Ну, то есть необходимо сейчас вот эта вот консолидация совместно тех стран, которые пострадали от российской аберрии. Ну, я не сомневаюсь, что рано или поздно и Молдовы, и Грузия приступят к освобождению своих территорий. Это произойдет тогда, когда Украина войдет на оккупированную территорию Донбасса и Крыма. Вот тогда и эти страны присоединятся. То есть тогда, ну, каждому свое. Что касается, опять-таки, я читаю очень много о том, что, возможно, украинское правительство может пойти на какие-то сепаратные переговоры, на какие-то там, на то, чтобы там договориться о чем-то. Слушайте, это невозможно. Потому что надо понимать, что воюет украинский народ. Народ политики. Кто-то из них занимался политическим пиаром. Кто-то использовал патриотические лозунги как способ заработать себе политические баллы. Кто-то, наоборот, ставил знак равенства между российской агентурой и украинскими патриотами. Вот это все мы видели. Весь этот балаган накануне войны. Сейчас воюет украинский народ и воюет достаточно эффективно. Те же самые отделения, подразделения терровороны, они усилены ветеранами. Мы это видим. То есть они превратились в такие абсолютно автономные, способные к бою ячейки. Им не нужен приказ главнокомандующего, чтобы там освобождать Бучу или не освобождать Бучу. Отловить колонну или не отловить колонну. Никакой главнокомандующий, никакой, конечно, резников или заложенных им таких приказов не дает. То есть люди имеют свой район ответственности, они действуют в нем, убирая энергии. Да, армия, конечно, безусловно, подчиняется командованию, но мы видим, насколько автономно действуют украинцы. Поэтому если президент решит что-то куда-то сдать, ну, я не думаю, что украинцы подчинят. Да, он вроде бы и не спешит, потому что, ну, насколько я могу видеть, что Зеленский очень сильно изменился. Знаете, вот иногда бывают личности делают историю, но иногда и история делает личности. Ну, наконец, наш президент побывал на Майдане, потому что это драйв, Саша. Вот когда ты оказываешься в глубине украинского народа, проснувшего себя для действия, это великолепное зрелище. И это драйв. И вот президент, наконец, поймал этот драйв, и он просто кайфует. Это выглядит так. Да, он действительно на своем месте, это правда. Но я объясняю, что это не он ведет украинцев вперед, а украинцы так это ведут его вперед. Это какая-то такая синергия. Это очень важно, что он остается в Киеве. Но я объясняю, что тут уже политики без лаза. Они уже не имеют флориста, они имеют... Возможно, они могут только помочь украинскому народу сделать то, на что он встал. Это какой-то великолепный момент. Я хотела бы еще, знаете, коснуться российского народа, потому что это жуткая история. Да, давайте посмотрим. Слушайте, ну и Россия просто на глазах превращается в буквальном смысле в КНДР. Не как раньше, в переносном. А вот просто с точки зрения даже экономики. Страна на глазах иссушается оттуда, уходят практически все мировые бренды. И надо заметить, что вот мой прогноз по поводу того, что в России начнется голод, он начинает сбываться намного быстрее. чем даже я ожидал. То есть, вот уже кофе уже не могут завести. Что происходит? Насколько я понимаю, будет планируется заседание Государственной Думы, введение военного положения, качественного режима и многих интересных вещей. Смотрите. Что такое военное положение? Кстати, хотелось бы ваше мнение услышать. Для чего это? Ну, это мобилизация. Путин объявлял о том, что будет произведена мобилизация. 400-450 тысяч. Кого? Простите. Ваши регулярные части это оказались дети, плачущие у нас на руках. Кого вы хотите мобилизовать? Стариков, которые 30 лет назад служили в Советской Армии, чем вы их будете вооружать? Бердянками? То есть это опять очередная мясорубка. Понимаете, вот из того, помните, мы говорили с вами буквально накануне вторжения. Я поделилась с вами своими наглублениями относительно поведения глубинного народа, который я увидела, что когда американцы и британцы стали поставлять Украине оружие, Украине среднестатистически вдруг пришел записываться в терраборону. Купил амуницию, купил оружие и стал тренироваться. Вот. Это еще до ополчения. То есть это до всех путев ударов. А российский обыватель стал так и кричать, что не хотим воевать за яхту Стечина. И это было очень похоже. Я говорила, что это безумие при таких настроениях в обществе не уловить, чем это все закончится. Что мы видим сегодня с этими пленными? Ну, эти мальчишки, они звонят маме и рассказывают, мама, представляешь, они в деревне асфальт и электричество. Они рыдают. Мы видим это, как один звонит, говорит, мама, я в плену мы тут убивали мирных жителей, а она ему орет, что ты говоришь, сынок, ты родину защищал. Он говорит, мама, какую родину? Что мы видим? Вот это поколение путиноидов, знаете, вот это безумцы, у которых деды воевали, сами они не спромоглись построить себе хотя бы теплый сортир в своих селах и хатах. они отравили разум этим детям всей этой ура псевдопатриотичностью, а сейчас вот этот клёр, он просто спадает. Огромное количество россиян, российских солдат сдаются в плен. Сдаются в плен, потому что они в шоке, когда они видят, что им приказывают стрелять по жилым объектам. Они в шоке, когда они видят, что отцы-командиры достреливают раненых, потому что лень тащить. Они всё это видят, и они напуганы. И для них вот этот вот русский мир, вот этот ура патриотизм, Россия вперёд просто рушится, падает. Ну, хорошо, Путин хочет пригнать сюда ещё людей, чтобы это всё кончилось. То есть вот эта отрава, она начинает выветриваться из голов молодых людей. То есть их родители, это, ну, мы наблюдали здесь такие же вещи. Это наблюдали те военные, кто пошёл в 2014 году воевать, у кого, кто родом с Одессы, из Днепра, они делились, они говорили, многие из них послужили до полковников и так далее, они говорят, слушай, мои родители не хотят со мной разговаривать. Они мне сидят и рассказывают про украинских карателей. Я объясняю, папа, я военный. Когда ты мне говоришь о каратерстве, ты говоришь обо мне. Ноль, ноль. Деды воевали. Говорит мужик, который отказывается признать, что у тебя сын на войне. Сын. А что это такое? Психологически это такая солидаризация, чтобы добавить себе никчемному, советскому, перемолотому, переломанному, кастриланному человечишку хоть какой-то, какого-то величия, ты солидаризируешься с Химерой, с Путиным, с Великой Россией, вот во всем вот этим годом и начинаешь травить своих детей, не понимая, что когда нет сортира, это невеличие, когда нет денег, это невеличие, когда граждане массово больше не контролируют свое государство, когда это государство может буквально сбрендить и лишить их всего, и они бессильны, это невеличие. И вот это вот все, вот эта трава, понимаете, она сейчас начинает вытекать. Вы говорили о том, вы очень, сейчас точно заметили, что 30% техники утилизировано. У нас есть ну по данным аналитиков вообще, это абсолютно известный поваг о том, что для того, чтобы потери на войне стали невыносимы для общества, это должно быть примерно потеряно где-то порядка 30% живой силы и технической силы, но в современном обществе информационном, для того, чтобы это стало очевидным, 10% вполне достаточно. То, что сейчас происходит, это количество жертв, российские матери еще думают, что их дети еще на каких-то учениях, они еще надеются, что они в Беларуси, но уже начинают подозревать, что все не так. Вот не сегодня-завтра вот этот очевидный факт того, что дети гибнут, потому что кто-то сошел с ума, гибнут непонятно за что, он станет очевидным. И в данном случае, мы говорили с вами накануне вторжения, и я сейчас хочу повторить, что безумием является не сколько нападка на саму Украину, сколько нападка такой России на такую Украину. То есть, это говорит о том, что ни стратегии, ни мозгов, ничего в России уже не осталось, что все эти хваленные руководства и генералы просто банальные идиоты и душегубы, которые считают, что одного, что вот их вот этого желания, и что их способность топить в крови народы, это и есть залог победы. Вот это то, что они себе думают. Это ужасно, конечно, и с этим, понятно, пора кончать. Вот просто для иллюстрации к нашей беседе, значит, уничтожили очередную колонну кадыровцев, тоже имеющих такой вот миф непобедимости, ну, мы видим, что их побеждают весьма успешно. А вот сообщает военный корреспондент Роман Бачкал, говорит, локацию не сообщаю, видели бы, как те драпали сейчас где-то сидят по лесам, ребята проводят зачистку, продолжают наступлению. У врага паника, говорит он, оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать. А вот что произошло под Гастомельем, откуда сегодня, кстати, наконец, видео от украинских военных мы получили, то есть, ну, это уже подтверждение, что Гастомель удалось таки отстоять. Российские военные расстреляли главу Сирата. Прямо у него дома. Они просто, его казнили. Вот это то, что сейчас понятно. Казнили, чтобы местные жители сломались. Ну, понятно. То есть, вот это то, что произошло в Гастомелье. И сегодня он освобожден. Да, сегодня он окончательно освобожден, потому что долгое время сообщались разные информации, что то эти, то эти контролируют. Ну, в общем, понятно. Сегодня мы увидели наконец видеозапись оттуда. А ведь это была ключевая точка с самого начала. Это первая вообще, куда высаживался российский десант. Много раз пытались, дважды сбивали. И вот эти транспортные илы с кучей человек там. И вот кадыровцы туда же, кстати, именно перебрасывались, которые хотели убить Зеленского. И там интересный момент такой произошел, что ФСБшник, как говорят, сдал вот этих кадыровцев. У меня возникла мысль, что, возможно, это тот же самый, который вообще является агентом Пентагона. Ну, это отдельная история. Под Гастомилем вот что перехвачено. Один из разговоров российских ОМОНовцев, которые обсуждают вот эту ситуацию. Мы ехали в одной колонне, красноярцы первыми, наши вторыми. Красноярцев разбили вообще в дым из танков, из минометов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и скрыться. Но и у них один двухсотый и три трехсотых. О наших вообще ничего неизвестно. Сколько там наваляло нашим никто не знает. Ну, вот я просто две иллюстрации такие вам привел. Ну, и давайте проанализируем, что мы видим. Что вот эти военные российские это менты. Это вот ОМОН. Это то, что создал Путин. Это не армия. Это охранка, понимаете, особисты. Вот он их наплодил в невероятных количествах, а теперь украинцы их утилизируют. Очевидно, да, Путин начал в Украине готовить к войне. Он, знаете, как вот это хотели, как лучше получился, как всегда. Он в Украине начал почему-то полицейскую операцию, а украинцы при этом абсолютно не готовились к войне и надеясь, что удастся договориться о мире, каких-то минских соглашениях, вдруг неожиданно вступили и проводят сейчас успешно отечественную войну за собственную свободу государственности. Да, Ларис, ну и последний такой момент. Как вы думаете, что дальше будет и вот представим, что Путин проигрывает эту войну, но он же не умеет отступать? Не умеет, да, он угрожает ядерным оружием, безусловно. Это, да, это проблема огромная, но опять-таки не будем забывать, что ядерным оружием, слушайте, вот этот ядерный потенциал, ведь его, он направлен, в общем-то, на Вашингтон, он направлен туда, это межконтинентальные ракеты по большей части. У них помимо времени подлета есть еще какое-то некое расстояние, на которое они способны бить, и теоретически как бы это угроза Соединенным Штатам, в первую очередь. Понимаете, Путин не оставил украинцам выбора, потому что когда вот то, что он называет спецоперацией и так далее, и так далее, должно было бы закончиться, и это их терминология, окончательным решением украинского вопроса, ну то есть сдаться для Украины, проиграть, это погибнуть, практически каждого. Погибнуть или убежать и бросить свою, то есть бросить свою родину, то есть превратиться в переселенцев, превратиться в мигрантов, это очень большая боль, очень большой удар для каждого. Путин говорит, что если что, я брошу бомбу, хорошо, но ты либо брошу бомбу, либо всех убьешь, какой тут выбор вообще, я не понимаю. Это же не выбор. На ваш взгляд, есть у мира возможность остановить Путина до того, как он красную кнопку нажмет? Конечно, потому что на самом деле не только Путин нажимает эту красную кнопку, когда вы говорите, возможно, тот самый агент Пентагона, слушайте, я вас уверяю, что сейчас в России все агенты Пентагона, абсолютно все, но вот когда хватит мозгов подпереть его в этом его бункере, закрыть его снаружи, чтобы он не вылез, ну окей, но в данном случае я понимаю, что сотрудничают сейчас огромное количество людей, пытаются доказать собственную лояльность общечеловеческим ценностям, пытаются каким-то образом торговаться, пытаются что-то такое делать, чтобы показать, что мы не с этим сумасшедшим. Не так просто запустить это ядерное оружие, ну, если запустят, но это будет означать конец. Но я еще раз объясняю, он не оставил выбора, не беру, понимаете, в чем проблема? Он его не оставил. И это очевидно для всех, поэтому все понимаешь, что это надо закончить, иначе это закончится очень плохо. Ну, слушайте, он уже, он уже российские летательные аппараты были зафиксированы, был в Швеции и так далее. Ну, он же не сумасшедший. Он не останавливается. Да, и будем надеяться, что у Пентагона есть сценарий для точечной ликвидации российского руководства, потому что, конечно, не хотелось бы все-таки вот этого крайнего варианта. Будем надеяться и то, что, в конце концов, приказ просто не исполнят. Но это наши надежды, а гарантий нету. Так уже было, кстати. Так уже было во времена Советского Союза. Был военный, который просто не исполнил приказ на этот ядерный запас. Спасибо вам огромное за эту беседу. Продолжим наблюдать за этой историей. Я призываю поддержать украинскую армию, как всегда. Ссылки на ресурс «Повернись живым» у нас в описании к видео. Поддержите Ларису Волошину и ее реквизиты там же и реквизиты «Ньюсейдер», кто хочет, «Патреон» и другие ресурсы. Спасибо вам, друзья. Оставайтесь с нами. Лариса, всего вам доброго. Берегите себя и будьте в безопасности. Спасибо, Саша. Мы победим. Мы всех победим. Слава Украине. Я Руслан. До скорого.